Была с подружкой в отпуске и в витрине дорогого магазина увидела этот свитер и просто в него влюбилась. Он просто потрясающий, посмотрите на него. Да, он представлен со штанишками, с такими коротенькими шурчиками, но я уверена, что его можно носить и с более элегантными какими-то, с каким-то низом, там с широкими брюками, колотами, как сейчас модно, или же с нежной юбкой плессированной или из шелка. То есть мне кажется, что весьма универсальная вещь, ну как бы из теплой шерсти, причем что здесь 30% кашемира и он как бы по натуральному составу. Очень как бы не, скажем так, он достаточно традиционный, потому что оно обычные косы, как бы обычный рис 2х2, там, ну как бы сама вязка как бы не какая-то сложная. Классический цвет, который тоже, в общем-то, ко многим вещам в гардеробе может подойти. И мне кажется, что он выйдет, ну не выйдет из моды еще очень долго-долго, то есть он такой, знаете, будет, мода будет идти мимо него. Вот, поэтому, ну вот реально захотелось сделать схему под этот свитер и связать его, чтобы был в гардеробе. Причем, ну, понятное дело, что в коллекции он идет только в белом цвете. Можно, в общем-то, взять нитки любого цвета, то есть то, что как бы вам больше нравится, или тот цвет, который вам больше нужен в гардеробе, и как бы как если вы вообще к чему-то конкретному вяжете эту вещь. Но мне именно в этом цвете белом он нравится, вот реально очень-очень классный. И я считаю, что вот этот свитер от CELINE, ну, он не просто молодежный, ну, он, понятное дело, что он ориентирован на разных людей по возрасту, но вот он как раз, он не просто для какого-то конкретного возраста сделан, да, то есть это чисто молодежный бренд, или наоборот только там бренд, который могут себе по цене позволить только очень респектабельные люди. Вот он универсальный, его что с джинсами рваными и куда-то там на лекцию в университет, или чуть ли не на куда-то там на дорогой прием, но, по крайней мере, если холодно, то в театр, то точно пойти можно. То мне кажется, что еще и удачный фасон, потому что то, что он такой широкий и свободный, ну, такая летучая мышь, она может подойти к многим девушкам или женщинам с разными типами фигур. И неважно, как бы, есть у тебя объемы пышные или нет у тебя объемов, ты худышка, но он будет хорошо сидеть. Поэтому вот реально рекомендую, и надеюсь, что, девочки, вы воспользуетесь схемой, которую я создала, и кто-то его свяжет и, ну, как бы, будет радоваться, и он будет приносить, как бы, он станет любимым в вашем гардеробе. Рекомендации по пряже. Вы можете выбрать любую шерстяную нить, которую вы сможете вязать на спицах номер 5. В принципе, я рекомендую, конечно, норвежские нитки, ну, допустим, фирмы Саннес или же фирмы Дропс. Также можно выбрать некоторые итальянские нити. У всех у них очень хорошая, богатая палитра, и можно выбрать любой цвет. Главный ориентир – это плотность вязания. Плотность вязания должна быть 10х10 см, 17 петель на 22 ряда. Перед тем, как мы приступим к разбору самой схемы по свитеру, хочу сделать небольшой обзор модных тенденций зимы 2022 года. Какие же тренды нас ждут? Я в данном случае сделаю обзор только конкретно по вязаным джемперам, свитерам, кардиганам именно в светлых оттенках. То есть сейчас мы не будем рассматривать все. Я специально поставила фильтр, чтобы мне показывались все светлые вязаные изделия. Я хочу показать, как другие дома мод, что они предлагают на зиму, на модные тенденции зимы 2022 года. Мы видим, как и светлый, ну такой совсем белый, белоснежный цвет, мы также видим использование почти бежевого оттенка, то есть такого топленого молока. То есть есть разные абсолютно оттенки белого. И так как мы понимаем, что не каждому человеку идут, ну допустим, откровенно белый цвет, кому-то идет больше молочный, ну и наоборот, кому-то может быть не идти какой-то цвет желтизной, а может идти только холодный белоснежный цвет. Поэтому оттенок ниток вы можете выбрать именно по своему цветотипу, который у вас. Ориентируйтесь уже там, зная, что вы весна, лето, зима, осень. То есть ориентируйтесь на вот эти определения и выбирайте при покупке ниток. Еще смотрите не только на плотность образца этих ниток, а еще и смотрите, учитывайте, что вам идет. Да, оригинальный цвет свитера от CELINE, он вывязан в молочном цвете, но опять-таки мы же вяжем максимально приближенную копию, можем связать то, что идет именно нам. Мои хорошие, даю вам схему. Она очень простая, все расписано, детально показано. В принципе, кто не любит читать тексты с описанием и инструкцию, которая расписана, ну там вот прямо там каждый ряд расписан, то кому легче ориентироваться по графике, по графическим схемам, то как бы добро пожаловать на мой канал. И надеюсь, что эти схемы вам так же понятны, как и мне. В принципе, я вначале начала вообще рисовать эти схемы для себя, а потом поняла, что действительно с ними можно поделиться с окружающими. И многие люди, возможно, так же воспринимают информацию, как и я, то есть в графическом, в картинках как бы. Смотрите, свитер простой. Я думаю, что его может вязать, в принципе, начинающий, кто в вязке еще не является профессионалом в вязке. Первый фактор – это то, что, в принципе, это нитки достаточно крупные, то есть это спица приблизительно пятерка, и таким образом как бы не надо вывязывать все мелкие детали. Плюс вязка достаточно тоже простая. И что самое такое, ну может быть, тоже с меточки зрения простое, это то, что каждая деталь вяжется отдельно. Перед, спинка, два рукава, они вывязываются отдельно, даже горловина вывязывается отдельно, и потом просто прикетлевывается, пришивается. Главное научиться, в общем-то, аккуратно сшивать изделие. Все, это все, что как бы от вас требуется. Ну и, наверное, потребуется внимание на кетлевку горловины. Но если сложно это делать, то есть второй вариант – это можно оставить открытые петли по горловине и просто их провязать, поднять вверх и провязать горловину сразу, вывязать. Ну это как бы будет немножко отступление от того, как сделано в оригинале, но это, я так думаю, что все понимают, что мы вяжем как бы приблизительный свитер, очень похожий на свитер от CELINE, но потому что в любом случае я не могу гарантировать, что я попала петля в петлю, и я учла все технические детали, которые были, допустим, сделаны на производстве. Вот, поэтому, скажем так, у нас есть шанс доработать этот свитер, улучшить этот свитер и привнести свои собственные дизайнерские идеи. Вот, но я постараюсь максимально приближенно дать вам все-таки к оригиналу. Значит, что вперед, что спинка у нас, они связаны, у нас набирается одинаковое количество петель. Это 100 петель, но единственное отличие, что здесь мы не вяжем рисунок, который есть по переду, и мы провязываем чуть больше, саму, чуть-чуть длиннее, да, получается у нас само изделие по спинке, сама спинка получается длиннее, или как бы выше, можно так сказать, потому что здесь учитывается росток. Все. Что по поводу... Давайте вернемся по поводу рисунка. Значит, сам центральный рисунок состоит из 52 петель. Ну, здесь на изнаночной, на изнаночных петлях, на чулочной вязке у нас есть 5 красивых кос. Это обычные перекруты 3х3 петли. В принципе, я написала вот как раз, что это мы делаем 7 перекрутов через каждых 10 рядов, и у нас коса 3х3, да, то есть это 6 петель у нас из 6 петель. После того, как мы их провязали, мы заканчиваем это все красивыми тремя изнаночными рядами, потом 3 лицевые, 3 изнаночные, 3 лицевые, 3 изнаночные. Вот, собственно, я указала вот здесь. И у нас уже только останется довязать верхушечку, да, выйти на горловину. Значит, такой же красивый рисунок у нас есть, одна красивая коса у нас есть по рукаву. Вот, и, собственно говоря, и все. Давайте посмотрим более детально, ну, посмотрим еще детали. Значит, как вы себя еще можете перепроверить, я даю размеры в, ну, в самих рядах, да, то есть, собственно говоря, у нас резинка, что по, на рукаве, что по переду и по спинке, у нас 16 рядов провязывается, резиночка один на один. Вот, я забыла это указать здесь, но я думаю, вы это, это там, ну, как бы вы меня сейчас слушаете, как бы вы это помните, ну, и на фотографии это просто видно. Вот, также вы можете, ну, себя перепроверить, я даю кое-какие контрольные еще размеры, ну, как бы по размерам, потому что, когда вы выходите, к примеру, по рисунку, заканчиваете вязать основной рисунок рис 2 на 2, у вас, допустим, и перед тем, как вы начинаете вязать изнаночными петлями по рукаву, у вас, к примеру, 40 петель должно быть. Или, допустим, в самой широкой части рукава у вас должно быть 88 петель. Ну, вот какие-то такие вещи я даю вам по, ну, допустим, когда вы заканчиваете рукав, у вас есть 12 петель, ну, должно быть на спице. Давайте посмотрим эту схему, эти схемы отдельно. Допустим, вот сейчас я открою отдельно как раз полочку, да, вот сама вперед у нас, и отдельно спинка. Здесь я уже более детально расписала, как мы вяжем сам, сколько, ну, сколько расстояний у нас занимает, сколько петель у нас занимает узор. То есть начинаете вы вязать, после того, как связали резинку, вы отделяете 24 петли, и это пойдет, петли, которые пойдут на узор рис 2 на 2, потом у нас 2 петли пойдет на такой колосок, который как бы будет каждый, в каждом втором ряду будет перекручиваться. Потом вот, вот, к примеру, написано, что 3 петли, это изнаночные петли, потом 6 петель идет на косичку, потом опять 3 петли, это изнаночные петли, ну, этот интервал, как бы, между этими косами, и опять 6 петель, это коса, ну, и так далее, и вот идет чередование. Так до конца, и потом опять 2 петли идет на колосок, и еще 24 петли опять на, ну, основной рисунок рис 2 на 2. Вот, то есть, в целом прокинутые размеры вы можете себя перепроверить, это 24 петли, потом 52 петли и 24 петли, и все вместе это 100 петель. И вот, когда вы начинаете вязать, вы в каждом четвертом ряду еще и начинаете прибавлять по, ой, в каждом десятом ряду вы начинаете прибавлять петли, то, что касается переда и спинки. То есть, у вас в целом получится 4 добавочные петли. Потом эти 4 петли вы закрываете, что с этой стороны, что с этой. Это пойдут петли, которые сформируют ну, пройму рукава, как бы, подмышкой. Вот. И дальше уже идет сокращение. Причем, что сокращено, мы сокращаем, делаем реглан самым обычным способом. В каждом втором ряду, то есть, вы выбираете там это или лицевой, или изнаночный, как вам удобней, вы провязываете, закрываете 2 петли вместе, и все. После того, как вы провяжете 80 рядов, и у вас на спице будет 60 петель, вы начинаете вязать 3 ряда изнаночными петлями, потом 3 ряда лицевых, ну, и так далее. И чередуйте, 15 рядов, у вас идет чередование 3 на 3 лицевых и изнаночных петель. После того, когда вы провязали уже вот этот рисунок, последний третий ряд тремя изнаночными рядами, будьте уже внимательны, как бы, вот тут уже где-то будет 31 раз, где вы закрываете по одной петле, и после этого вы по переду. в последних 6 рядах вы закрываете по 2 петли в каждом втором ряду тоже. Давайте поговорим о горловине. По спинке 26 петель мы просто закрываем или снимаем на дополнительную спицу. По переду и по рукавам есть нюансы. Давайте сейчас поговорим как делается вперед. После того, как вы провяжете 3 ряда изнаночными петлями, и после них вы провяжете еще 4 ряда лицевыми, вы должны отделить 8 центральных петель. И справа и слева у вас должно остаться на спице по 9 петель. И вот с каждой стороны мы должны сформировать такие как бы уголочки, для того, чтобы у нас получилась овальная линия, овал под окат для нашей горловины. Как мы это делаем? С каждой стороны мы провязываем вот эти 9 петель, мы провязываем укороченными рядами, мы каждый раз не доходим по 2 петли до вот этих центральных 8 петель. Мы не дошли 2 петли, развернулись, пошли дальше, потом опять развернулись, повернулись, опять не дошли 2 петли и опять развернулись, ушли. И таким образом у нас получится сформировать 9 рядов и мы выйдем на нет с каждой стороны. Это то, что касается переда. По рукаву мы действуем таким же методом, мы используем укороченные ряды, просто по 2 петли каждый раз не доходим, разворачиваемся и идем в обратном направлении. У нас всего 12 петель, нам надо сделать так 6 раз и начинаем это делать, когда мы с одной стороны, то есть по переду, мы провязываем 13 рядов. Все, с этого момента мы начинаем, ну, начинаются наши укороченные ряды, потому что одна сторона, которая по переду у нас короче, а по спинке регланная вот эта линия, она у нас длиннее. Спинка. По спинке аналогично. Вы набираете 100 петель, провязываете резиночкой 1 на 1, после этого так вы провязываете 16 рядов, после этого вы начинаете вязать основной узор рис 2 на 2, провязываете так 40 рядов и не забываем, что в каждом 10 ряду мы добавляете по одной петле с этой стороны и одной петли с этой стороны. Итого 4 раза с каждой стороны. Потом вы эти 4 петли вот здесь вот вы и закрываете, да, это пойдет под вашу пройму, под подмышку пойдет. Дальше вы начинаете сокращать 37 раз у вас должно получиться, но это по одной петле в каждом втором ряду. Опять-таки решаете или в лицевом или в изнаночном, делайте как вам удобнее. Можете себя контрольно перепроверить, что перед тем, как вы начнете вязать, закончите вязать 40 рядов после вот этих закрытия 4-х, вы провязываете 40 рядов и вы должны начать вязать 3 ряда изнаночными петлями, то у вас должно быть на спице 60 петель. Ну и дальше вы вяжете 3 ряда изнаночные, 3 ряда лицевых, 3 ряда изнаночными, 3 ряда лицевыми, 3 ряда изнаночными. И опять пошли лицевыми, да, то есть это 20 рядов у вас дальше остается лицевыми. Все, у вас на спице должно остаться 26 петель, и в итоге 37 петель справа и 37 петель слева вы сокращаете, это ваш реглан по спинке. Давайте перейдем на рукав и посмотрим, что у нас есть. Вот у вас два рукава, они зеркальные, я подписала, что есть сторона, которая относится к переду, есть часть рукава, которая относится к спинке, она немножко выше и длиннее, потому что по спинке у нас есть росток, соответственно, вот эта регланная линия, она должна быть длиннее по спинке, соответственно, также и на другом рукаве, который зеркально сделан. Значит, здесь также указано рисунок, сколько вы петель отводите на основной рисунок рис, это 16 петель вы отсоединяете, ставите маркер на основной рисунок рис 2х2, потом 2 петли вы отсоединяете на колосок, 3 петли отсоединяете на 3 изнаночные петли, потом 6 петель пойдут на косу, и опять 3 на изнаночные, 2 на колосок и 16 петель пойдет на рисунок рис 2х2. Итого все вместе у вас должно занять 48 петель. В этом, ну, в рукаве вы симметрично прибавляете с двух сторон в каждом четвертом ряду вы делаете прибавку по одной петле справа и по одной петле слева. И таким образом, когда вы провяжете 80 рядов после резинки, естественно, то есть тоже начинаем с резинки, резинка 1 на 1, 16 рядов, то есть все то же самое. После того, когда вы провяжете уже основной рисунок, вы провяжете, вот я указала, 80 рядов, вы закрываете 4 петли справа и слева. И дальше у вас идет сокращение регланной линии, и вам надо сократить 37 петель по спинке и 31 петлю по переду. Но тут немножко хитрое сокращение. Если, к примеру, по спинке вы просто идете, вот у меня подписано, что сокращать по одной петле в каждом втором ряду, и это всего лишь 37 раз, то есть вы просто сокращаете, 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 то есть тут как бы все понятно. То, вот у нас указано, это 75 рядов должно получиться. То, к примеру, по переду немножко есть один нюанс. У нас вообще все это сокращение это 68 рядов. Но первые 40 рядов и потом 15 рядов вот этого рисунка, там где 3 ряда изнаночными, потом 3 ряда лицевыми, 3 ряда изнаночными, 3 ряда лицевыми, опять 3 ряда изнаночными, вот эти 15 рядов. Когда вы их заканчиваете, будьте внимательны, потому что нам дальше надо будет ну как бы мы должны посчитать, что у нас 29 сокращений, должно быть, вот я здесь написала, что у нас должно быть всего лишь 29 сокращений по одной петле в каждом втором ряду. Ну как бы симметрично, как и с этой стороны, да, только единственное, что короче, не 37, а 29. И после этого нам надо сократить по одной петле в каждом четвертом ряду. То есть у нас получится два таких сокращений всего лишь. И таким образом у нас вот эта линия получится ломаная как бы. Это даст такую более плавную линию на погонщик. Это будет больше выглядеть спереди как погонщик. Вот эта линия реглана по переду будет немножко дугообразная. Абсолютно все эти же рукаве, но только симметрично. Поэтому я уже не буду повторять. Вы сможете перепроверить, вы можете открывать это видео на этой минуте и перепроверять, смотреть эти рисунки или сделать принтскрин с экрана. Ну или для тех, кто хочет иметь эту схему именно в PDF-формате, пожалуйста, переходите на мой сайт и она ваша. Теперь по поводу только сборки и по поводу самого горловины. Значит, по поводу горловины. Когда вы свяжете все детали, вы их сошьете, вот эти швы вы сошьете матрасным швом, ну и собственно вот эти тоже, то есть все швы сшиваются обычным матрасным швом. После этого, как я уже сказала, есть два способа, как можно сделать горловину. Вам надо набрать 76 петель и если у кого есть круговые спицы, вы можете на круговых спицах или на крупных чулочных спицах связать резинку один на один, приблизительно это 50 рядов, так, чтобы она могла отворачиваться и вот эта горловина была с отворота. Желательно набирать как и горловину, так и резинку по рукавам, так и резинку для корпуса набирать промышленным способом или итальянским еще его называют, ну как бы это немножко два разных метода, но выглядят они одинаково. Кому как удобнее просто тоже выбирайте. Этот набор просто дает чуть больше эластичности, поэтому это достаточно существенно, если это не существенно допустим по низу и по рукавам, то это не принципиально, то наверное вот эта эластичность она существенна для горловины, когда мы через голову что-то одеваем. На самом деле, если у вас нет круговых спиц, не расстраивайтесь, вы можете связать отдельно полотно и просто сшить его. Дальше, если вы его вяжете сверху вниз, то когда у вас останутся открытые петли, вы просто можете прикитлевать очень аккуратно. Вы провязываете два последних ряда обязательно в резинке просто лицевыми и обязательно провязываете на спицах меньшего диаметра. В данном случае я рекомендую использовать опять-таки в зависимости какую пряжу вы возьмете, но я рекомендую вам вязать на спицах пятерку основной корпус, соответственно резинка было бы неплохо вязать на чуть-чуть меньше или четыре с половиной или если вы резинку вяжете на пятерке то весь корпус 5,5 то два последних ряда в горловине там где вы будете прикитлевывать вообще желательно взять не на пол размера меньше спицы а на еще размер меньше то есть к примеру четверка даже все собственно говоря после этого вы аккуратненько прикитлевываете если же для вас это сложно то ничего страшного вы можете оставлять открытыми все петли по спинке по рукавам и по переду и после этого просто набирать их по кругу и вязать вот эту и заканчивать просто горловину уже вверху но только тоже заканчивайте каким-то эластичным способом допустим закрытие иглой сделаете все это все что собственно говоря и нужно сделать и так для удобства я создала схему в pdf формате полностью со всей информацией которая находится в этом видео в той схеме нет ничего нового что я не сказала в этом видео то есть абсолютно все графики все схемы я вам показала также я ну дала вам полностью узор и еще и показала в этом видео как показываю как в этом видео как провязать эти фрагменты узора схема платная и это только возможность поддержать мой канал и сказать мне таким образом спасибо субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Мои хорошие, хочу вам показать фрагмент рисунка, как вяжется рис 2х2 и как сделать перекруты по вот этим жгутикам, ну и по косичке, которая у нас и 6 петель состоит, 3х3. Но перед этим хочу сказать по поводу ниток. Я первый раз пробую вот эти Drop Wish, как бы мне очень цвет понравился и состав очень интересный, но в итоге я прогадала с плотностью вязания. Это то, собственно говоря, ключевое в этом свитере. Вам надо вначале подбирать схему, понимать, какая плотность рекомендована, и только после этого покупать нитки. Ну вот если вы четко знаете, что вы хотите связать именно эту модель. Я как-то не обратила внимания, что здесь вообще рекомендация по спицам 9 размер. Ну и получается, что очень маленький образец 10х10 см у нас 10 петель на 14 рядов, а нам надо 17 петель на 22 ряда. Ну то есть вы понимаете, что практически в два раза тоньше должна быть нить, чем, собственно говоря, у меня. Но я решила, что я все равно свяжу какой-то белый шикарный свитер, потому что я давно хотела, чтобы у меня в гардеробе что-то такое было. Возможно, я сделаю некую интерпретацию просто этого свитера от CELINE. А для вас, в общем-то, просто будете знать, что нитка хорошая, но не подходит просто именно виш, не подходит под эту модель. Но у них у дропса есть, по-моему, эйр, и вот она по плотности вязания может подойти. Хорошо, тогда давайте приступим, собственно, к самому вязке. Я в данном случае этот образец вяжу на спицах семерка, потому что я очень слабо вяжу. Хотя, я не знаю, возможно, надо еще свободнее. То есть если бы я взяла рекомендованную девятку, возможно, как бы оно еще по-другому как-то выглядело интересней. Но мне вот просто нравится результат. И я тот свитер, который я буду себе дальше вязать, то есть не связанную уже со свитером CELINE и с этой невыкройкой, как правильно сказать, инструкцией по вязанию. Я все равно буду вязать на этих спицах с этой плотностью, то мне нравится результат. Возможно, тоже использую какие-то косы. Значит, в данном случае у меня сейчас по рисунку набран рукав. Так, извините, что они стучат. Значит, здесь идет 16 петель рисунка рис 2х2, потом идет 16 петель самого центрального рисунка по рукаву, и еще 16 петель последующие с другой стороны. Ну, видно, что гигантский рукав получается. Ну, резинку я не провязывала, а резинка 1х1, 16 рядов, как бы здесь ничего такого сложного. Просто интересно самой было посмотреть, как на этих нитках вообще, как смотрится этот вообще рисунок. И не забываем, что в рукаве мы в каждом четвертом ряду делаем обязательно прибавочку. Но мы всегда прибавляем так петельку, чтобы она вписывалась в рисунок. По поводу прибавки. Давайте я покажу, как она делается на всякий случай. Вдруг кто-то не в курсе. Смотрите, я делаю прибавку из нижней петли предыдущего ряда. То есть из петли предыдущего ряда. И сейчас по рисунку мне надо провязать тоже лицевую вот эту. Значит, прибавку я делаю как изнаночную, потому что у нас чередование изнаночных лицевых, изнаночных лицевых. Вот я сделала прибавку как изнаночную петлю, а дальше провязываю эту как лицевую, потому что у нас второй ряд вяжется, два ряда подряд вяжутся, друг на дружке должны быть лицевые петли, а здесь дальше должны быть провязаны друг на дружке две изнаночные. Ну и опять две лицевые, ну как бы не две подряд, а одна над другой. И опять изнаночные. Вот таким образом делается прибавка и вяжется рис. С другой стороны уже, когда вы провязали два ряда, вот так дальше вы меняете. Дальше вы уже тогда там, где здесь изнаночная, вы вяжете лицевую, а там, где здесь были лицевые, вы сейчас, вы потом провяжете изнаночную петлю. И так два ряда сделаете, провяжете. И потом опять смена пошла. Вот у меня на спицах рисунок. И я бы хотела показать, как мы делаем вот эти жгутики. Давайте я приближу камеру. И мы посмотрим. Они у меня стоят в том направлении, которым надо, и нам надо, получается, вначале провязать дальнюю, поэтому я просто за нее подхватываю, просто протягиваю вот так вот. Провязываю, не снимая, а потом только снимаю, провязываю вот эту. Вот. И таким образом происходит перекрещивание. Потом мы вяжем. И дальше нам надо переставить местами. У нас вот это три петли, они заходят, ну вот как бы вот сюда. Вот они у меня здесь уже провязаны. Если у вас есть дополнительная спица, лучше, конечно, переснять на дополнительную спицу. Но я покажу, как иногда я это делаю, если этого нет. Я вначале просто переставляю, ловлю эти петли, потом ловлю вот эти петли. Это, ну, в крупной вязке это, в принципе, возможно. Потом я так просто переставляю. Все. То есть я сделала, изначально для себя подготовила работу. Теперь петли стоят в том направлении, которое мне надо, ну, как бы очередности. И потом я просто вытягиваю каждую из. Все. Я начинаю просто провязывать то, что мне надо. Я подтягиваю. Сейчас это как бы не видно, они просто все, ну, достаточно сильно сжаты. Но уже когда вы провяжете следующий изнаночный ряд, ну, будет нормально видно. Три петли изнаночными. И опять у нас вот этот перекрутик. Но обратите внимание, что эти петелечки у нас стоят в этом направлении, с наклоном, получается у нас наклон налево, наверное, а здесь с наклоном направо. Здесь, конечно, такой вариант уже не пройдет, тем более они стоят в другом направлении. Я их вначале вот так вот переставляю. Вот, вот так. Только после этого вот так вот одеваю с разворотом назад. Да, меняю их местами. И только после этого. То есть, в принципе, делаю те же действия, как я с косичкой сделала. И только после этого провязываю. Все. И вот у меня, ну, получается, вторая петля находится сверху с наклоном влево. Ну, и дальше по рисунку, собственно говоря, у нас нам надо здесь провязать лицевую. Мы продолжаем. Здесь у нас две изнаночные. Ну, и лицевая, изнаночная. Ну, то есть, дальше до конца ряда так. Итак, небольшая ремарка осознала, что не на всех нитках можно сделать так, как я вам сейчас показала. Поэтому надо все-таки иметь дополнительную спицу. И я вам сейчас покажу, как можно сделать перекрут этой косы с дополнительной ее спицей. Значит, провязываем три изнаночные, как по рисунку. И теперь смотрите. У меня есть такой инструментик. И первые три петли вы просто переснимаете и оставляете перед работой. Вот так вот. По ходу движения, ну, как бы перед собой. Потом только провязываете три вот эти петли. Раз, два, три. И, собственно говоря, теперь вам надо вот эти три петли так аккуратно подвигаете. И именно уже с этой спицы провязываете их. Ну, тоже все лицевыми, все то же самое. Но просто если нитки скользкие, то, как я показала, у вас просто... Ну, они распустятся сразу, вы не поймаете эти петли. Просто моя нить, она шершавенькая, пушистенькая, шершавенькая. И сами деревянные спицы тоже, ну, как бы держат нить. Поэтому вот, собственно, тот же самый перекрутик нашей косы, но только с помощью вот этого инструмента, дополнительной спицы еще. Ну, и дальше те же, собственно говоря, изнаночные, которые у нас были, три изнаночные. И здесь наш перекрут, который мы делаем. Ну, здесь, в принципе, если хотите, можете воспользоваться вот этим инструментом тоже. То есть вы можете, в принципе, так аналогично снять эту петлю, хотя я думаю, что здесь уже это не обязательно. Но только она уже должна будет идти за... как бы за вязание, да. Потом вы провязываете вторую петлю. То есть она у нас идет, как провязывается, как первая. Да, вот так вот с наклоном влево. И только после этого вы провязываете вот эту петлю, которую вы сняли на дополнительную спицу. Берете ее и тоже провязываете лицевой вот так. То есть если вам так легче, так легче, то, ну, пожалуйста. Ну, у меня просто получается на этих нитках, таких шершавых и пушистых, сделать это без этого инструмента. По поводу прибавочки в конце ряда. Мы действуем аналогичным способом. Мы добавляем петлю из петли предыдущего ряда. То есть мы поднимаем эту петлю, находим ее и поднимаем. Мне еще найти надо, но в целом, да, ее можно. Вот. Можно надеть на спицу, если так легче. И смотрим, если мы провязали здесь лицевую, значит мы ее провязываем изнаночной. Потом кромочная. И все таким образом произошла прибавка. По поводу изнанки. Вот в этом изнаночном ряду нам надо сейчас провести смену нашего риса. Значит, смотрим, что мы должны сейчас вот эту лицевую провязать изнаночной. А вот эти две изнаночные, которые у нас столбик из двух петель, мы должны провязать лицевой. Дальше смотрим. У нас был столбик из двух петель лицевые, значит мы должны провязать изнаночные. Ну и так далее. Дальше мы просто чередуемся. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Таким образом происходит смена наших изнаночных и лицевых петель, наших столбиков. Итак, как провязывается изнаночный ряд со стороны нашего рисунка, наших 16 вот этих рядов, наших колосков, потом три изнаночные, которые у нас вот идут с этой стороны, ну и коса. В принципе, вы вяжете по рисунку, то есть если вы сейчас видите две изнаночные петли, вы их так и провязываете. Вы сейчас видите три лицевые петли, вы их так и провязываете лицевыми. И вот эти шесть петель, которые мы перекрутили, вы продолжаете вязать, вы их видите, что с этой стороны они изнаночные, поэтому вы их просто провязываете изнаночными петлями. Все, вот так они получаются, ничего сложного. Три лицевые и две изнаночные. Все, и дальше смена нашего рисунка по рису. Там, где изнаночная, мы провязываем лицевую, там, где лицевая, мы провязываем изнаночными. И так до конца ряда. Вот, собственно говоря, немножечко видно уже, как смягчается этот перекрут, не такой зажатый. Когда вы провяжете 80 рядов после резинки и закройте 4 петли, ну, провяжете туда и назад этот ряд, вам надо будет уже в третьем ряду от этого делать убавку по одной петле в каждом втором ряду. Но не делайте эту убавку, не делайте сразу с кромочной, да, потому что, если вы вот так вот провяжете, ну, у вас очень грубо здесь будет, потом вы не забывайте, что нам еще сшивать изделие. Поэтому все-таки моя рекомендация, это, ну, вы кромочную как или снимаете, или провязываете, ну, я обычно снимаю, и все-таки делайте сокращение в следующих двух петлях. То есть, чтобы, и так вот, чтобы рисунок не нарушался. В данном случае было бы красиво, чтобы именно вот эта петля, ну, как бы вот эта вот, да, была сверху. То есть, соответственно, я делаю это вот так вот. Я провязываю, чтобы рисунок не нарушался, чтобы у нас как бы образовался мини-столбик из двух петель вот этих вот лицевых. И дальше я уже вяжу, ну, как по рисунку, там у нас изнаночная по рису. То есть тогда оно, ну, не будет видно, что идут сокращения, а будет просто восприниматься, как наш рисунок рис два на два. Ну, и, соответственно, с той стороны, с обратной аналогичной ситуацией. Только посмотрите, как там стоят петли. Возможно, вам там по ходу движения и не надо будет делать, не надо будет переставлять. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok